Стася и другие активисты хотят быть заметными, но они знают, что не все будут рады их видеть. Пока мы разговариваем, Стася, которая помогает организовать Харьков Прайд, получает известие о протесте против ЛГБТ в другом месте города. Они привыкли к этой враждебности. У нас демократическая страна и я не вижу в этом никаких проблем, если они таким образом покажут свою позицию. Это лучше, чем притеснения, угрозы, избиения людей, которые происходят на наших парадах. Но украинцев больше беспокоят российские ракетные атаки. Это одна из причин, почему пришло лишь несколько человек. Плюс многие покинули город. Немало харьковчан на фронте. Картонные силуэты представляют тех, кто не может присутствовать лично. Но простояли на улице они недолго. Не прошло и двух часов, как некоторые силуэты уже исчезли. Их отнесли не так уж далеко, как вы можете видеть. Прямо сюда. Вот один из них. Он как бы говорит, это могла бы быть Маречка, но она на передовой. Эвакуируют раненых. Противники ЛГБТ-акции срывают оставшиеся плакаты. И, судя по всему, не стесняются камеры. Я не думаю, что сейчас время для пропагандистской кампании по этому поводу. Было бы логичнее, если бы вместо этих постеров с радужными человечками поставили бы монументы ребятам, погибшим на войне за Харьков, за Украину. К началу комендантского часа большинство плакатов исчезли, были уничтожены или испорчены. Украинское законодательство по-прежнему признает брак только между мужчиной и женщиной. Но опросы показывают, что более половины украинцев поддерживают однополые браки, а около четверти выступают против них. Это интимные дела. И какая бы там ни была культура или сексуальная ориентация, нет необходимости показывать это людям. Они не затрагивают этим никого другого. Каждый имеет право любить того, кого хочет любить. Проект закона о признании браков между людьми одного пола был внесен в парламент Украины еще в начале этого года. Это было важным шагом для всего квир-сообщества, особенно для тех, кто участвует в войне. Партнерша Стасия Алина служит в армии. И она только что вернулась в отпуск домой из своего подразделения. Она не скрывает своей ориентации от товарищей, но говорит, что реакция на это была неоднозначной. Пара отметила неофициальную свадьбу с друзьями. У нас есть фотографии, есть видео с нашего перформанса, который выглядит как церемония. Но пожениться в Украине мы пока не можем. Трудно к этому относиться как к личному празднику, потому что официально мы не можем пожениться. Она также знает, как и все другие квир-солдаты, что если ее ранят или убьют, ее партнерша не будет иметь право принимать решение. Мы хотим правовой защиты для нашей семьи, чтобы планировать совместную жизнь. Нужна защита со стороны государства. Нам нужно признание того, кто мы есть. А мы – семья. Эта семья борется за будущее Украины и за свое место в ней.